ТВ к другой английской команде, которая, ну, может быть, была самой яркой на этой неделе. Арсенал играл с PSV, и это ярко связано с соперником Арсенала, в первую очередь? Да. Следующий матч. Ладно, это ярко связано с тем, что, во-первых, Арсенал постепенно нащупывает свое просто-напросто лучшее сочетание, ну, или лучшее из тех, кто доступен сейчас, потому что, например, Мартинелли партии сейчас просто-напросто недоступны. Но очень многие механизмы из прошлого сезона возвращаются. На каком-то этапе Артета просто экспериментировал, и по качеству футбола, несмотря на то, что результаты не особо проседали, по качеству футбола это, мне кажется, было значительно хуже. Сейчас мы видим просто Арсенал из прошлого сезона с соперником, который прессингует, Арсенал очень хорошо играет под прессингом, и мы видим Арсенал именно в том сочетании, в котором они лучше всего в прошлом сезоне этот прессинг разбивали. Блестящий Эдегор, блестящая структура. Не знаю, нужно ли в очередной раз, потому что мы много раз уже изображали, как Арсенал играет под прессингом. Ну, про рай, наверное, хостерсинга. Да, это не совсем то сочетание, как раз-таки, которое было в прошлом сезоне. Как раз-таки, в первую очередь, из-за рай. Ну, не знаю. Потому что разбивать прессинг с рай и разбивать прессинг с Рамсдайлом, это вообще разные вещи. Но... С Рамсдайлом ты не разбиваешь прессинг, ты заманиваешь и надеешься, что защитников будет достаточно для того, чтобы... И будет партия у тебя, а тут еще партии нет. Кстати, теория. Тебе не понравится или понравится? Рай играет сейчас, потому что в центре поля Райс не дает такого качества, как дает партия. Мне нравится широта твоего мышления. Я не думал об этом как сейчас. Но мне нравится другина. Ну, не-не, я думаю, что это то, что называется нашим любимым словом овераналитис. То есть, все-таки... Это вообще не аналитис, я только что придумал. Все-таки, да, понятно, что там один игрок может компенсировать нехватку каких-то качеств другого, но я не думаю, что конкретно об этом думает Артета. Не думаю, что он в целом видит конкуренцию Рамсдейла и Раю как что-то важное, но все-таки не настолько важное, чтобы быть связанным с личностью опорника. А ты видишь вообще возможность этой конкуренции и видишь ли ты... Вот Артета говорила, что у меня были ситуации по ходу первых туров, когда я хотел выпустить Раю вместо Рамсдейла. И я могу представить в теории, какие это ситуации. Но я не могу вообразить, что за ситуация, когда Артета хочет выпустить Рамсдейла вместо Рая. Какие качества есть у Рамсдейла, которые позволяют каким-то образом тактически менять игру? Смотри, давай сначала разберемся в целом с оценкой Рая, потому что мне кажется, что мы очень по-разному оцениваем его игру в пас. То есть ты видишь его прямо принципиально другим человеком, который меняет Арсенал в первой стадии, насколько я понял. Я все-таки вижу немножко иначе. Я считаю, что по игре в короткий пас Рамсдейл и Рая находятся точно не в разных галактиках. Наверное, Рая чуточку лучше. По игре в дальний пас и по умению добавить вариативность Рая значительно превосходит. И это вообще в дальнем пасе он один из лучших. Это тоже важно проговаривать. Согласен с одним Сотбергентейлсом. И все-таки Арсенал, даже имея Рай в воротах, особенно после некоторого, скажем, успокоения стартовых нервов, Арсенал строил даже с Рай в воротах игру через короткий пас. То есть не было такого, что там связка Хавертс-Рая становится тем, что было Рая у Тауни в прошлом сезоне. Просто мне казалось, что этим двум матчам, что Рай играет в основе, передач на вратаря гораздо больше и гораздо спокойнее ведут себя защитники. То есть они и полузащитники не прибегают, становясь третьим центральным Зинченко, или Рай с ней опускается. Они такие. Ну, мяч у игрока, не у вратаря, а просто у любого игрока буквально. И спокойно там расходится куда-то и так далее. То есть с Арсеналом мне казалось, что и передач в целом меньше, надо посмотреть, кстати, я не смотрел, и передач на вратаря меньше, и ощущение от, не знаю, страха, что ли, меньше. Когда ты сможешь, то, а, ну, тут, скорее всего, будет нормально. Ощущение есть, но все-таки тут у тебя есть некоторый перекос на последний матч, потому что с Эвертоном, ну, просто не было необходимости так часто задействовать вратаря. С PSV была необходимость, Райе пасовали спокойнее, и у меня такое ощущение тоже присутствует. Вот то есть задачка, которую ты сформулировал. Да, в какой ситуации тактически может Рамсдейл быть лучше? Я думаю, что Рамсдейл, он вратарь нестабильный, но как шот-стоппер лучше. Вот, я пометил себе, как можно упустить, если, допустим, как шот-стоппер лучше, но, как кажется мне, Рамсдейл очень куражный вратарь. Насколько еще можно угадать кураж вратаря? То есть, если он ловит кураж, ну, все, ну, все, ну, ты его не пробьешь. Куражный вратарь Рамсдейл, но все-таки есть ощущение, что его кураж приходится на определенные серии. То есть, у него была еще, помимо всего прочего, как раз таки недавно колонка про то, что он там психологически преодолевал, и мне кажется, что он очень зависим, в принципе, там, от настроения и от того, насколько он, в каких условиях он находится. И из этой колонки, очень интересно, кстати, можете прочитать ее отдельно, несмотря на то, что это сейчас даже колонка получается резервного вратаря Арсенала, но от этого настроения, из этой колонки можно сделать предположение, что его как раз таки мотивирует ситуация, когда ему бросают вызов. Ну, Лена был таким вызовом, до этого в клубах попроще, там, Шеффилд и Борнуд, нужно было ему просто закрепиться по-настоящему. В общем, когда у него есть такой вызов, мне кажется, он, во-первых, с большей вероятностью поймает вот этот нужный кураж, а во-вторых, хотя я согласен, что это очень трудная для прогнозирования штука, во-вторых, все-таки осторожно формулируем эту гипотезу, но есть ощущение, что этот кураж у него идет сериями. То есть это... Сейчас у него серия не игры. Это не просто, что вот ты играешь, ты перед матчем решаешь, вот сейчас он, как выглядит-то, какие у него глаза сегодня, куражные или не куражные? Горят или не горят на глаза? Это скорее, что вот уже началось, там, зародилась новая серия, и, по идее, какое-то время она продолжается. Особенно, если его подталкивает конкурент, человек, которого он воспринимает как настоящего конкурента, а не условно матерным. Но в то же время ты сейчас меня поставил в немножко неловкую позицию объяснять логику, с которой я не на 100% согласен. Я тоже не был за идею, а давайте купим двух вратарей, которые сопоставимы по уровню, и будем их, там, ротировать, заставим их конкурировать. Мне все-таки ближе такой более консервативный подход, где есть первый вратарь и максимально хороший, из тех, которых ты себе можешь позволить, второй номер. Я, кстати, здесь же произносил, что я видел преимущество Рамсдилл Надерей в как раз-таки эмоциональном аспекте. В плане, может быть, разговоров с обороной и руководства обороны. То, что невозможно оценить визуально, но то, что можно, не знаю, насколько это возможно в целом, почувствовать из интервью игроков, из поведения невербального на поле. Но невозможно до конца быть уверенным, что именно там действие вратаря приводит к такому-то или такому-то перемещению защитников. Но когда, ну, с другой стороны, можно оценить, когда вратарь там конкретными действиями с мячом или действиями, ну, с мячом в ногах или отбивая мяч руками, вот это можно оценить. А вот что-то такое, вот в чем-то эфемерном Рамсдилл кажется лучше, но это сложно сделать тактическим инструментом.